МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в Вестнике Северодвинска, по версии ФСБ, был членом преступной группировки. Из органов уволен начальник уголовного розыска. Стало опасной для движения. Движение по узловому проезду ограничено на год. Пятая собака за месяц отравления животных на улицах продолжаются. Перед свадьбой проснулся с незнакомкой. Петербургский режиссер привез американскую комедию. Начальника уголовного розыска обвиняют в покровительстве преступной группе. Здравствуйте. Вы смотрите Вестник Северодвинска в студии Сергей Курбан. Начальник уголовного розыска Северодвинска уволен из органов. Он обвиняется в покровительстве преступной группе Шаманинские, члены которой вымогали деньги у предпринимателей. Высокопоставленный полицейский в изоляторе, а областное ОМВД назначило служебную проверку. К строгой дисциплинарной ответственности привлекут непосредственных руководителей задержанного. В Северодвинском уголовном розыске новый руководитель, экс-начальник Алексей Шумов отправлен в следственный изолятор. Оперативники ФСБ и следователи полагают, что Шумов член преступного сообщества Шаманинские. Высокопоставленный северодвинский полицейский намеренно отказывал в возбуждении уголовных дел в отношении членов банды. Также ему предъявлены превышение должностных полномочий и получение взятки. Открыто заявляю и буду заявлять о том, что к этому не причастен. Моя линия работы в последние два года была только связана с тем, что мы привлекали к уголовной ответственности. Все члены группы, с которыми я прохожу по делу, мне лично известны, потому что они меня знают, называют меня Алексей Николаевич, уважительно относится, поясняют то, что они в шоке от того, что к ним каким-то образом сотрудники РОВ ФСБ привязали начальника розыска. Алексей Шумов в органах проработал 15 лет. Начальником уголовного розыска был назначен полгода назад. Теперь областным УМВД проводится служебная проверка. Приказом начальника УМВД в настоящее время он уволен из органов внутренних дел в связи с совершением поступка порочащего честь сотрудника полиции и понесет наказание соответствующее действующим законодательством. По итогам служебной проверки к строгой и дисциплиной ответственности также будут привлечены непосредственно руководители указанного сотрудника. В ближайшие два месяца высокопоставленный полицейский проведет в СИЗО. Такую меру пресечения избрал ему Ломоносовский районный суд. В отношении других предполагаемых членов группировки суды Северодвинска и Архангельска вынесли аналогичные решения. Напомним, в ходе воскресной спецоперации помимо Шумова были задержаны еще 12 человек. В их числе бывший сотрудник Северодвинского ГИБДД Сергей Иванченко и замдиректора частного охранного предприятия Константин Хоробрый. Накануне сотрудники ФСБ задержали в Архангельске 14-го человека по этому делу. Был содержан еще один активный участник преступного сообщества Шаманинский. Подозреваемый в совершении преступлений предусмотренных частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, участие в преступном сообществе и статьей 163 Уголовного кодекса Российской Федерации вымогательства. Предполагаемый организатор преступной группы Олег Шаманин в розыске. По некоторой информации, криминальный авторитет может скрываться в Арабских Эмиратах. И в продолжение темы. Прием граждан пострадавших от действий членов преступного сообщества Шаманинские проведет руководство областного следственного управления Следственного комитета. Встреча состоится в Северодвинске. Руководство Следственного комитета приглашает на прием всех обладающих информацией о совершенных преступлениях членов Организованного преступного сообщества Шаманинские, а также граждан, пострадавших от действий членов данного преступного сообщества и иных лиц, желающих помочь следствию. Прием граждан состоится 14 ноября с 10 до 12 часов. Его проведут на Торцево, 16, руководитель Следственного управления Иван Лагиновских, в помещении РУФСБ на Республиканской 32А, заместитель руководителя Следственного управления Анатолий Ситников. Конфиденциальность гарантируется. И к другим темам. Почти на год закрыли дорогу по узловому проезду. Ограничения движения будут действовать на участке от ГСК Водоснабженец до улицы Окружной. Соответствующий знак установили до 30 сентября следующего года. Проезд ограничили в целях безопасности дорожного движения. На участке автодороги выявлены многочисленные дефекты и повреждения. Ремонт дороги откладывается до летнего времени. Из-за технологических особенностей начать его зимой невозможно. Поэтому указан максимальный срок ремонта. Там сегодня требуется как бы не просто заделать яму, а придется какими-то конкретными участками нам восстанавливать покрытие. Придется там выполнять работы по формированию обочин, поскольку все заросло. То есть вырубка, уборка грунтовых наносов. То есть объем работ достаточно большой, поэтому и сроки достаточно большие взяты, чтобы в полном комплексе работ нам его отработать. Отремонтируют участок на средства городского бюджета. Стоимость работ подсчитают весной. Со слов работников администрации, участок дороги тупиковый. Поэтому неудобств для жителей города быть не должно. Для спецтранспорта въезд останется открытым. Северодвинск к зиме готов. Наш город получил паспорт готовности к отопительному сезону 2014-15. Этот документ выдается уже второй год. Специалисты Ростехнадзора проверили системы промывки многоквартирных домов, установку и работу, приборов учета, состояние тепловых центров. В случае чрезвычайных ситуаций органы надзора теперь вместе с муниципальным образованием будут нести ответственность. Проверка проводилась по шести теплоснабжающим и теплосетевым организациям. Это СМУП «Белое озеро», ПЖРЭП село Ненокса «Рассвет плюс», Северодвинские городские тепловые сети, ЦС «Звездочка», СМУП «ЖКХ Горвик». Закреплена и ответственность управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Жилищникам и сетевикам администрация города также выдала свои паспорта готовности. Удвоит свои пенсионные взносы. Вновь предлагает пенсионный фонд. Программа государственного софинансирования пенсии продлена. В городе начался прием заявлений от граждан. Их ждут до 31 декабря этого года. Добровольные платежи вносить могут все, а вот софинансировать будут взносы тех, кто не является получателем какой-либо пенсии. Помимо заявления на участие в программе, необходимо внести первый платеж. Это можно сделать до 31 января 2015 года. По новым правилам, все участники программы, которые уже вступили в нее, но не сделали ни одного взноса, еще смогут произвести платежи. Взнос там можно внести любой, но для того, чтобы государство софинансировало, это должно быть не менее двух тысяч, ну и не более двенадцати, потому что финансируют только двенадцать тысяч и не более. То есть, если даже человек внесет двадцать тысяч, то финансирование будет в размере двенадцати тысяч. Если он внесет тысячу рублей, софинансирования не будет вообще. Софинансировать будущую пенсию государство будет в течение десяти лет. Количество платежей каждый определяет сам. Взнос можно вносить как единовременно за весь год, так и ежемесячно. Для вступления в программу нужны паспорт и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. Уже вступил в программу 3151 северодвинец. Массовое отравление собак в нашем городе продолжаются зоозащитники. Предупреждают вредные вещества. Противники бездомных животных разбрасывают по всему городу. От этого страдают и домашние питомцы. Накануне за жизнь бездомной собаке боролся и молодой северодвинец. У Дениса Чумакова трехмесячный мопс, но накануне всю ночь выхаживал чужую собаку. Гуляя со своим тайсоном, северодвинец заметил около дома французского бульдога. Собака была сильно истощена и не могла двигаться. Не раздумывая, молодой человек взял пса домой. Всю ночь он боролся за его жизнь. Мы все сделали, все, что могли, делали. Убирали все. И с утра мы хотели дождаться, чтобы открылась ветеринарная клиника, но, к сожалению, не успели. Он умер. Денис вместе с мамой отпаивали бульдога, делали уколы по рекомендации врача. По описанию симптомов борцу за собачью жизнь сказали – это отравление. Сильное истощение возникло не из-за бездомного существования. Пес был ухожен. Я считаю, что это целиком вина прошлых хозяев, потому что даже после отравления на ранних стадиях, то есть какое-то время сразу заметно это. То есть, соответственно, это можно было предотвратить его смерть. Но хозяева, видимо, сделали вывод, что его проще просто выкинуть на улицу. Зоозащитники говорят, назвать конкретные адреса, где разбросана отрава, сложно. Звонки раздаются со всех районов – Ягры, Старый город, Железнодорожный до Индустриальный, Проспект Морской и Квартал. За месяц гибнет уже пятая – не бездомная собака. У них цель, мне кажется, не будет собак, они будут убивать кого-то другого. Они еще воюют с людьми, делают больно, они ведь не собакам, они делают больно людям, которые любят этих собак. Когда они выкладывают эти ролики в интернете, весь интернет ведь наводнен жестокими роликами, как собаки умирают, в каких муках и как это жестоко. Они же эти ролики выкладывают не для собак. Собаки же смотреть не будут, да? То есть это они делают для людей, они знают, они это умышленно делают больно людям. Круглосуточная ветеринарная помощь ко всем пяти собакам приехать просто не успела. Яд мгновенный. То, что это действие одного и того же вещества, врач не сомневается. У всех, кто погиб, одинаковые симптомы. Практически одинаковые рвота с пеной, у некоторых кровавые поносы начинаются или судороги уже в конце. Иногда собаку один раз вырвет хозяин, не обратит на это внимание, а когда уже начинаются судороги, уже, к сожалению, ничего не сделать. Северодвинцы рассказывали ветеринару, в своем новоре видели разбросанную колбасу, начиненную таблетками. У этих хозяев питомец также погиб. Отчего умер бульдог, пятая жертва духхантеров, так и останется тайной. Марина Хохлова, Семен Тарасов, Вестник Северодвинска. Стать героями наших сюжетов можете и вы. Обо всем интересном, что происходит рядом, сообщайте по телефону 580-700 или пишите номер 8-911-0-580-700. А сегодня по море отмечает Синичкин день. Экологический праздник призван привлечь внимание к судьбе пернатых, оставшихся на зимовку, синиц, снегирей и соек. В этот день людей призывают мастерить и развешивать кормушки. Ну а теперь о погоде на завтра. Слово дежурной небесной канцелярии Ольги Матвеевой. Завтра столбики термометров вновь опустятся до минусовых отметок. Здравствуйте! О метеопрогнозах на четверг расскажу вам сразу после коротких анонсов. Далее в выпуске. Двери закрылись раньше, чем вышли люди. Автобус протащил пассажира по Ягринскому шоссе. Перед свадьбой проснулся с незнакомкой. Петербургский режиссер привез американскую комедию. Перенимать опыт решили у 16-й. В Северодвинске собрались тренеры и учителя физкультуры со всего региона. О метеопрогнозах расскажет вам небесная канцелярия. 13 ноября по данным ГИСМЕТИО в Северодвинске ночью и утром ожидается 3 градуса мороза. Днем будет минус 1. Ясно, днем возможен снег. Ветер северо-западный, умеренный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти и к вечеру составит 773 мм ртутного столба. По народному календарю 13 ноября день Спиридона и Никодима, хранителей дома от огня и пожаров. Также святые оберегали семьи от несчастья и разных бед. Охотники пользовались в этот день особым почетом. В это время они выходили на первую заячью охоту по свежему снегу. На этом у меня все. Желаю вам солнечного настроения. До свидания! Задайте свой видео вопрос мэру Северодвинска Михаилу Гмырину. В субботу 15 ноября с 12 до 12 часов около универмага «Радуга» для вас будет работать открытая камера ГТРК «Северодвинск». Ответы главы города прозвучат в программе «Это актуально». Внимание! Только в ноябре! В «Про-бизнес-банке» новый суперкредит под 18% годовых. Только 30 дней низких ставок. Хотите сэкономить? Звоните сейчас 53 95 95. На конкурсе «Архангельское качество» 2014 года «Северодвинский хлебокомбинат» подтвердил высокое качество своей продукции. Высшие награды конкурса получили хлеб «Дарницкий» и батон «Нарезной». Спрашивайте качественный хлеб в магазинах города. Деньги должны приносить доход. Доступная и эффективная реклама на телевидении «Северодвинска» 58 30 60. Вы смотрите «Вестник Северодвинска» и мы продолжаем. 68-летняя пенсионерка стала жертвой маньяка. Со слов потерпевшей она шла на работу по улице Первомайской. В том же районе на нее напал преступник. Мужчина затащил женщину за гаражный бокс, избил и совершил действия сексуального характера. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. О других происшествиях в рубрике «Протокол». Сложное время диктует новые условия. Безопасность вас и вашего предприятия – залог успешного бизнеса и спокойной жизни. Частная охранная организация «Витязь Северодвинск». Полный спектр услуг в сфере безопасности. От проектирования и монтажа систем безопасности, любой сложности, до вооруженной охраны объектов и сопровождения грузов. «Витязь Северодвинск». Ломоносова, 42А. Телефон 58 46 06. Ваша безопасность. Наша работа. 1 миллион 360 тысяч задолжал работникам руководитель ООО «Промтехмонтаж». Возбуждено уголовное дело в отношении Дмитрия Симушина. В ходе проверки установлено, что директор задерживал зарплату более чем на два месяца в различные периоды. Общество предоставляло кадры на механомонтажные работы на объекты вне территории Северодвинска. Задолженность по заработной плате имела место примерно с начала этого года до мая 2014 года. Вместе с тем, в указанный период времени на расчетные счета предприятия периодически поступали денежные средства, которые расходовались руководством предприятия на нужды, не связанные с выплатой заработной платы работникам. Решается вопрос о привлечении руководителя «Промтехмонтаж» к административной ответственности. Это снятие с должности директора сроком до года. Место расположения Симушина сейчас неизвестно. Ваши вы узнаете их? Конечно, мои. Колеса от «Ауди» вернулись к своему владельцу. Около недели назад их похитили с неохраняемой автостоянки на Республиканской 19. В ноябрьские праздники ездил с детьми в деревню, бабушка с дедушкой. Приехал, колеса нету. Рады, что нашли колеса? Конечно. Летняя резина находилась в салоне машины. Разбив стекло, ее украли для продажи через интернет. Сотрудниками уголовного розыска была под видом покупателя организована встреча по номеру телефона, указанной в данной рекламе. И данный молодой человек задержан. И в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлена группа лиц, которая осуществила хищение данных колес. Ворами оказались три подростка от 15 до 17 лет. Теперь им грозит до двух лет лишения свободы. Мужчина оказался зажатым в пассажирском автобусе. Остановка на Ягринском шоссе в этом месте отсутствует. Предположительно, водитель понял, что нарушил правила, решил быстрее высадить пассажиров. При выходе у мужчины в дверях зажало ногу, он упал и его протащило несколько метров по земле. На кадрах видно, пострадавший так это не оставил. С водителем у него был серьезный разговор. Украл золотую цепочку ценой в 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело в отношении уроженца Таджикистана. Он стал участником драки в марте этого года на пересечении улиц Железнодорожной и Южной между 27-летним и 34-летним мужчиной. Проходя мимо, гражданин 77-го года рождения воспользовался в данной ситуации, присоединился к данному конфликту и, нанеся несколько ударов гражданину 80-го года рождения, сорвал с шеи потерпевшего цепочку и вместо преступления скрылся. Теперь любителю легкой наживы грозит до 4-х лет лишения свободы. Цепочка не найдена. В драмтеатре готовятся сыграть шикарную свадьбу. Комедию по произведению американского писателя привез в наш город петербургский режиссер. Как признаются сами актеры, смешно было не только знакомиться с сценарием, но и исполнять свою роль. На сцене драматического комедийную свадьбу зрители не видели уже давно. Я не буду его убивать. Ну и правильно. Да. Я просто отключу ему его хозяйство вот таким вот ножом. Страсти, сантименты и комедия. Постановку в Северодвинский драмтеатр привез режиссер Петербургского театра. Произведение «Шикарная свадьба» в северной столице не ставил. Первыми комедию «Фарс» в двух действиях оценят жители города Корабелов. Это комедия положений, чистая комедия положений. Ну, комедия положений всегда смешная бывает. Мы очень надеемся, что зрителю будет в радость это. У нас таких спектаклей, вот чисто комедийных, уже не осталось. Поэтому я думаю, что порадуем зрителя. Жених после бурного мальчишника просыпается в люксе для новобрачных и с удивлением обнаруживает рядом с собой обнаженную незнакомую девушку. Это отправная точка спектакля. Чем больше герои пытаются восстановить события предыдущего вечера, тем сильнее запутываются. События развиваются стремительно и непредсказуемо. Сам ход истории им будет интересен. Не то, чтобы вот он смешной там. Где-то он становится очень трогательным. И даже до слез вот у нас есть там в конце у главных героев номер, который я сама из-за кулис всегда смотрю с огромным удовольствием. Комедия, но не без доли смысла. По словам постановщика, зачастую люди не замечают очевидных вещей и проходят мимо своего счастья. Счастье ходит рядом на самом деле, только мы его не видим почему-то. И оно неожиданно появляется, или же оно давно ходит рядом. И мы только потом, из-за какой-то, например, ситуации или события, мы начинаем совершенно по-другому смотреть на свою жизнь. Каждая новая ложь во спасение главного героя втягивает в действие с каждым разом все новых персонажей. Сыграют ли все-таки на сцене драмтеатра шикарную свадьбу, северодвинцы смогут узнать 15 и 16 ноября. Марина Хохлова, Денис Богданов, Вестник Северодвинска. Вот уже 8 лет в 16-й школе проходит спортивная олимпиада, а учащиеся могут посещать секции бесплатно. В этом году 16-я первой в городе перешла на 4 часа физкультуры в неделю. Этим опытом сегодня руководство школы поделилось на семинаре. Приехали тренеры и преподаватели физкультуры со всего региона. Один из флагманов развития детского спорта в Северодвинске, так сегодня, отозвались о 16-й школе. В учебном заведении прошел областной семинар тренеров, преподавателей и учителей физкультуры. Это уже не первый подобный семинар для работников школьного и дополнительного образования. Специалисты со всей области собрались в Северодвинске, чтобы перенять опыт 16-й. А успехи действительно есть. В школе развивают хоккей с мячом, самбо и гиревой спорт. 11-й классник Александр Костцов вот уже не первый год выступает за Архангельский юношеский водник. Ну вот мы на соревнования ездили когда еще за Северодвинск в Архангельск. Вот там посмотрели, на следующий год позвали тренироваться и вот взяли. Шесть лет там играешь. У нас первого класса просто спортивный класс был создан в школе. И вот начали на хоккей ходить и все понравилось. Занимаюсь. Кроме учителей физкультуры занятия в школе ведут и тренеры-преподаватели. Такая практика введена здесь с 2003 года. Это помогает более плотно заниматься определенным видом спорта. Хоккеем с мячом, лыжными гонками, самбо. То есть мы уже 7 лет опыта накопили. И в этом году мы впервые, это новшество, ввели четвертый час физкультуры, профильное обучение. И вот наши десятиклассники, это четвертый час обучения, они занимаются самбо. Есть чему учиться многим, школам, многим образовательным учреждениям территории Ахалинской области, потому что тренеры-преподаватели себя здесь чувствуют комфортно. Дети заинтересованы в этой деятельности. Школы должны быть центром развития этого движения, массового движения спорта и оздоровления нашей нации. В 16-й на 7 лет раньше других школ перешли на 3 часа физкультуры в неделю. Многие вопросы Татьяна Юрьева, как депутат горсовета, сама доносила до коллег и руководства города. Так, в прошлом году в учебном заведении отремонтировали спортивный зал, возвели уличную спортплощадку, а в этом году одной из первых школа получила площадку с уличными тренажерами. Сергей Курбан, Семен Тарасов, Вестник Северодвинска. Редактор субтитров А.Семен Тарасов Культура, твоя музыка, твое общение, твой спорт, все, что важно и интересно. Городской телеканал Северодвинска. Смотри нас 24 часа в сутки. Будь в курсе всех событий. Вестник Северодвинска о спорте. Сегодня в спортзале «Беломорец» «Фокс Звездочка» стартовал детско-юношеский турнир по мини-футболу среди футболистов 2004-2005 годов рождения. В осеннем кубке принимают участие 8 команд из Архангельска и Северодвинска. Спонсор рубрики «Спорт» – торговый отдел «Чемпион», партнеры футбольного клуба «Зенит». Будь ближе к футболу! Быть ближе к футболу! Торговый отдел «Чемпион», партнеры футбольного клуба «Зенит» предлагает большой выбор фирменной продукции. Атрибутика и сувениры, шарфы и шапки. Все от мелочей до качественной верхней одежды. Подарки для близких и друзей к любому празднику. Торговый отдел «Чемпион», торговый центр «Арктик Сити», «Арктическая 6». Мини-футбол набирает популярность с каждым годом, как ни у нас на Севере, развивать эту игру. Единственный минус для ее дальнейшего роста и селекции молодых футболистов – нехватка спортзалов и малое количество турниров. Один из которых сегодня стартовал в «Беломорце Фокс-Звездочка». За год, если брать не только область, а вообще в нашу Россию, то мы где-то турниров 10-12 играем каждый год. Это мало все-таки, да? Да, конечно, хотелось всегда больше. Архангельские команды «Двинские медведи» и «Поморские ястребы» сыграли между собой в первом матче группы «Б». Со счетом 4-0 победа осталась за «Медведями», которые позже разгромили Северодвинский океан 13-0. В группе «А» также победу праздновали архангельские команды. «Двинские медведи-2» обыграли «Звездочку» 2-1, а «Саблезубы» и «Тигры» были сильнее «Строителя» 4-1. Мне нравится. Раньше, конечно, мы их выиграли с большим счетом, но они лучше стали играть. Вот, сложнее стало с ними. Приехали, чтобы победить в этом турнире? Конечно, победим. Групповые баталии юных футбольных команд будут идти два дня. 14 ноября финальные матчи определят победителя осеннего кубка. Константин Мухин, Денис Богданов, «Вестник», «Северодвинска». В Новодвинске завершился открытый чемпионат и первенство Архангельской области по пулевой стрельбе по море 2014. В соревнованиях приняли участие 25 мужчин и 27 женщин. Отличную стрельбу и закономерное первое место в стрельбе из малокалиберного пистолета завоевал наш спортсмен Михаил Исаков. Он же показал лучший результат в упражнении из малокалиберного пистолета по подвижной мишени и занял третье место в стрельбе из пневматического пистолета. Сразу после данных соревнований Михаил отправился в составе сборной страны в Словению на международный турнир. Результат остальных северодвинсов в Новодвинске. Савелий Трепицын стал третьим в стрельбе из пневматической винтовки. В стрельбе из пневматического пистолета на втором месте наша Дарья Ефремова. Бронза у Владлены Карауловой. Это все новости, но не переключайтесь. Прямо сейчас в эфир выйдет программа «Спрашивали, отвечаем». Расскажем, как стать обладателем голливудской улыбки. Затем город ярких впечатлений. Материалы сегодняшнего выпуска вы можете посмотреть на нашем сайте северодвинск.тв. Смотрите нас и все узнаете первыми. До свидания. Внимание! Завершается набор в городские справочники «Сити» и «Кабинет» на 2015 год. Торопитесь! Телефон 8 953 263 32 24. Выгодное размещение рекламы на телеканалах «Звезда» и ГТРК «Северодвинск» 58 30 60. Студия «Дизайномарт» дарит обновления. Кухни, детские шкафы-купе вам на загляденье. Мы готовы выслушать все ваши пожелания и не оставим ни одно без должного внимания. Рассрочки и скидки для клиентов у нас. На Советской 27А ежедневно ждем вас! В четверг 13 ноября в Северодвинске ожидается ветер северо-западный, умеренный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти и к вечеру составит 773 мм ртутного столба. Ясно, днем возможен небольшой снег. Температура ночью минус 3, днем до 1 градуса ниже нуля. Спонсор прогноза погоды – студия «Дизайномарт». Качественная мебель «Март», уют и комфорт вашего дома. Студия «Дизайномарт», Советская, 27А. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова